Хочу обсудить самые полезные продукты, которые должны быть у вас в рационе. Как узнать, какие самые полезные? Посмотрим, что означает слово «пища». Пища — это то, что едят для поддержания жизни, то, что даёт энергию, обеспечивает рост и восстановление тканей. Так что, если есть что-то, что не поддерживает жизнь, не даёт энергию и не помогает тканям расти и восстанавливаться, это не пища. И давайте посмотрим, какие продукты питания вызывают больше всего болезней. Это ультраобработанные продукты. Это, так сказать, вежливое название для мусорной еды. Давайте для начала разберёмся с этими ультраобработанными продуктами. «Ультра» означает «в высшей степени». Обработанный в сфере пищевой промышленности означает «изменённый каким-либо образом» при помощи химикатов, механическим способом, путём нагрева или используя другие методы. Какой-то продукт изменяют, превращая его в нечто другое. Например, можно взять кукурузу и превратить её во что-то, что даже не напоминает кукурузу. Это ультраобработанный продукт. Не знаю, почему их называют продуктами питания, ведь на них нельзя выжить. Они дают не энергию, а усталость. В них почти нет нутриентов, кроме синтетических, которые туда добавляют. И они не обеспечивают роста, особенно роста ребёнка в утробе матери, которому нужны аминокислоты и жирные кислоты высокого качества. Можно изобразить шкалу, где ноль — это, так сказать, не пища, а десять на другом конце этой шкалы — это полноценная пища с биодоступными нутриентами. Нутриенты — это витамины, минералы, микроэлементы, аминокислоты и жирные кислоты, а также другие вещи. Например, клетчатка тоже нужна, просто потому, что ею питается микрофлора. И это не добавленные пищевые волокна, а натуральная клетчатка. Мы знаем, какие нам нужны незаменимые жиры и незаменимые белки. Но не бывает незаменимых углеводов. Без них можно обойтись. В то же время важные нутриенты есть в овощах. Витамин С, фалаты, калий, магний, а также фитонутриенты, полезные во многих отношениях, в дополнении к основным нутриентам. Они помогают при воспалениях и так далее. Однако, вот что любопытно, в говядине травяного откорма можно обнаружить массу фитонутриентов. Да, это так. Чем отличаются два этих источника фитонутриентов, пока не исследовано. Например, их биодоступность. Но они есть в мясе, как показано на этом рисунке. Здесь видно, как много фитонутриентов в мясе моих коров. Особенно, если сравнить с мясом зернового откорма. Вероятно, потому что мои вообще не едят зерно. Они полностью травяного откорма. Даже в яйцах можно обнаружить некоторые фитонутриенты, вещества из растений. В общем, фитонутриенты есть не только в растительной пище. На веганской диете нельзя получить все нужные тело-нутриенты, если не включать в рацион добавки. Особенно B12 и другие нутриенты с низкой биодоступностью. А ещё есть DHA, одна из омега-3 кислот. Кроме того, аминокислоты в растениях и животных отличаются. Можно жить и на веганской диете. Я это не отрицаю. Просто это труднее. Надо сочетать какие-то вещи, чтобы получить нужные аминокислоты. Суть в том, что в продуктах животного происхождения качество аминокислот выше. В овощах есть также и некоторые антинутриенты, например, в крестоцветных. Но с помощью готовки, в том числе на пару, их количество можно снизить. В орехах тоже есть антинутриенты. Можно замочить их на ночь, либо обжарить. Это снизит количество антинутриентов. Итак, с одной стороны у нас ультраобработанные продукты, которые реально состоят из трёх-четырёх основных ингредиентов, плюс много добавленных химикатов. Приведу вам один пример. Это был мой любимый снэк в колледже. Давайте посмотрим на его состав. Кукуруза, растительные масла, подсолнечное, рапсовое или кукурузное. Во-первых, надо понимать, что это вовсе не та самая сладкая кукуруза. Это так называемая зубовидная или полевая кукуруза. Её не едят, на вкус это гадость. Её обрабатывают, превращая в порошок, и добавляют ароматизаторы, а также другие вещества, чтобы она стала съедобной на вкус. А масла из семян приводят к воспалениям. Далее, мальтодекстрин. Он поднимает сахар в крови сильнее обычного сахара. Ультраобработанный продукт. Глутамат с натрием для стимулирования аппетита. Искусственные красители. Искусственные и натуральные ароматизаторы. И другие химикалии. Вот что любопытно. Давайте посмотрим на жиры. Не знаю, видно ли вам. Всего жиров 8 грамм. Это на одну порцию, 12 чипсов. Это десятая часть всех калорий. Люди думают, насыщенные жиры — это самое вредное здесь. Но таких жиров всего 1 грамм. А остальные жиры — это что? Ненасыщенные жирные кислоты. Именно они причиняют массу вреда нашему организму. Растительные масла, сильно обработанные, провоспалительные. Но когда мы едим мусорную еду, нас не предостерегают от ненасыщенных жиров. Только от насыщенных. Некоторые производители говорят, смотрите, здесь нет насыщенных жиров. И вы думаете, здоровая еда? Нет, не совсем. А еще они пишут на упаковке «гарантированно свежие». Гарантированно свежие. Типа как яблоки прямо с дерева. Цель ультраобработанных продуктов — увеличение срока годности, снижение стоимости и улучшение вкуса. На мой взгляд, суть здоровой пищи в том, сколько на самом деле жизни в ней содержится. Насколько мертвой можно сделать пищу, обработав ее пять раз? Большим давлением, химикатами, нагреванием. Такие продукты есть в кормах для животных и в детском питании. 67% калорий подростки получают из ультраобработанных продуктов. Да, там много химии и так далее. Но вот на что реально надо смотреть. Три базовых ингредиента. Это синтетические сахара, а также крахмалы, такие как модифицированный пищевой крахмал или мальдодекстрин. И синтетические масла, ненасыщенные масла из семян растений. Именно на эти три вещи надо обращать внимание и следить, чтобы их не было в вашем доме. Перейдем, наконец, к теме видео, списку самых полезных продуктов. Номер один — говядина, а именно красное мясо. Как раз то, чего все советуют избегать. Нужно мясо не зернового, а полностью травяного от корма. Нельзя сваливать в одну кучу коров травяного от корма, которые пасутся на лугу, переходя с места на место, и обработанное мясо. Я не встречал людей с аллергией на говядину. В ней много глутамина, и он целебен для кишечника. Это лучший источник глутамина. Воспаление есть у многих. Вот почему у людей на говяжьей или корневор-диете начинает заживать кишечник и уходят различные воспаления. Заметьте, курятину я не назвал. Кур кормят зерном, а это очень сильно повышает содержание омега-6 жирных кислот. Есть, правда, куры, которых не кормят ни соей, ни кукурузой. Их можно найти, но я не знаю где. Их мясо намного полезнее. Номер два. Промысловая жирная рыба, например, лосось. Средний американец получает 32% всех своих калорий в форме масел и семян. Номер три. Моллюски с ракообразными. Моллюски, устрицы, креветки, омары, крабы и так далее. Из них вы получите не только омега-3 жирные кислоты, но и все микроэлементы, а также белок высокого качества. В устрицах очень много цинка. Номер четыре. Яйца. Старайтесь покупать яйца самого высокого качества. Органические, пастбищные. Это суперпитательный продукт, особенно желток. Они богаты холином, полезным при жирной печени. Номер пять. Ферментированные овощи. В основном я имею в виду квашеную капусту или кимчи. Причина, по которой я включил их в список, состоит в том, что это отличные пробиотики. В квашеной капусте в 10 раз больше витамина С, чем в других овощах. Она богата как пребиотиками, клетчаткой, так и пробиотиками, бактериями. И в капусте масса полезных веществ для здоровья кишечника, таких как глутамин. Думаю, многие не осознают, как много пользы для здоровья в этих микроорганизмах. Посмотрите, как рушится здоровье после приёма антибиотиков. Нужно уделять внимание продуктам с пробиотиками. Номер шесть. Листовая зелень. Сюда входит всё, от рукколы до шпината. А также качественный салат, который рос на грунте. Они содержат фалаты, витамин С, а также калий и магний. Да, это правда, что в шпинате много оксалатов. Но если есть его вместе с сыром, либо термически обработать, количество оксалатов снизится. Номер семь. Мясные субпродукты. Лично я не люблю печень, хотя знаю, что она суперполезна. Почему-то не могу её есть. Но мне нравится печень трески. Я беру в консервной банке. Там очень много омега-3, жирных кислот и ещё масса всего полезного. Мне нравится её вкус. Не как у печени. Номер восемь. Некоторые растительные специи. Здесь я имею в виду чеснок, лук, шалфей, тимьян. Морскую соль — это не растение, но я её сюда включил. Базилик и корицу. Все они содержат особые соединения, полезные в разных отношениях. У меня есть очень популярное видео, где я подробно рассказываю о лучшем продукте от воспалений. И я хотел бы, чтобы вы тоже это знали. Посмотрите то видео. Вот оно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!